Добрый вечер, в эфире Вести Крачево-Черкесия, в студии Ярослав Щепланов. Смотрите в нашем выпуске. Права детей на получение алиментов, об основной задаче службы судебных приставов и о комплексе, принимаемых ими мир в репортаже Вестей. Что было сделано, что еще предстоит, о проделанной работе и планах на будущее говорили на заседании членов общественного совета при МВД. На пороге взрослой жизни в Крачевске продолжили 40-летнюю традицию. На главной площади составился выпускной бал для полутора сотен вчерашних школьников. Полетать и продемонстрировать свое мастерство и любовь к небу в Крачево-Черкесии состоялся чемпионат СКФО и ЮФО по сверхлегкой авиации. Какова ситуация с взысканием алиментов республики на сегодняшний день? Что ждет тех, кто не хочет брать ответственность за свои поступки? Ирьяна уклоняется от уплаты на содержание детей. Подробнее о Крача Биджеев. Восстановление прав детей на получение алиментов – одна из основных задач службы судебных приставов. Сотрудниками органа принудительного исполнения в отношении должников по алиментам применяется весь комплекс мер, предусмотренных действующим законодательством. Управление Федеральной службы судебных приставов России по Крачево-Черкесии на постоянной основе проводит комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности взыскания алиментных платежей на содержание несовершеннолетних детей. Мой бывший супруг не выплачивал долгое время алименты. Я не получала на своего ребенка денежных средств. Но в связи с тем, что есть решение суда о взыскании алиментов, его принудили к работам. Сейчас я в полном объеме получаю на своего сына полную денежную сумму. К мерам воздействия на должников данной категории возможно отнести обращение взыскания на их доходы, арест имущества. Основным способом исполнения учитывают специфику и периодический характер алиментных выплат. Устанавливается место работы должника и направляется копия документа для удержания средств и заработной платы и иного дохода. Если у него в процентном соотношении размер алиментов, берем среднемесячную заработную плату для установления задолженности. Если судом установлена твердая денежная сумма, мы берем прожиточный минимум по региону, где находится ребенок, или в Карачаево-Черкесии, или по России, и делаем расчет задолженности, исходя, соответственно, прожиточного минимума. Также должники могут находиться в исполнительном розыске. А это значит, судебными приставами выносятся постановления об ограничении на выезд за пределы Российской Федерации, на управление транспортным средством и запрет на совершение регистрационных действий в отношении имущества должника. Ограничение пользования специальным правом вас ограничивает вождение автомобилем. Ограничение снимется после полного погашения задолженности. Серьезным воздействием на должников является привлечение к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов. У должника по алиментным обязательствам имеется задолженность в размере 235 тысяч рублей. Установлено, что у него имеется транспортное средство. Сегодня установили местонахождение данного транспортного средства, и мной сегодня составлен акт офисиареста имущества. За неуплату алиментов или нетрудоспособных родителей в течение двух месяцев установлена административная ответственность. Если назначено наказание за данное правонарушение, и должник продолжает уклоняться от уплаты алиментов, то он уже привлекается к уголовной ответственности. Харча Биджеев, Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия. В МВД по Карачаево-Черкесии прошло очередное заседание общественного совета. Об итогах проведения акции гражданский мониторинг, в ходе которой общественники проверяли дежурные части, опорные пункты, подразделения по вопросам миграции, по делам несовершеннолетних, отчитался заместитель председателя общественного совета Джамал Тибуев. Особое внимание уделялось оказанию госуслуг, в том числе доступности посещения отделов полиции маломобильной категории граждан. В ходе мониторинга существенных недостатков не выявлено. Председатель общественного совета Мария Атабиева заявила о начале ежегодной всероссийской акции «Каникулы с общественным советом», главной целью которой является организация досуговой занятости детей и подростков в период летних каникул. Заместитель министра Александр Середа особо отметил работу, проводимую членами общественного совета с несовершеннолетними и выразил благодарность общественникам. Приятным моментом заседание стало награждение детей, которые активно участвовали в мероприятиях, им вручили грамоты, игрушки и сладкие подарки. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжаем выпуск. Сегодня в нашей стране отмечают праздник День молодежи. С праздником молодежь поздравляет глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов. Талантливые, воспитанные, умные, именно молодые люди умеют открывать этот мир с новой стороны. Видеть прекрасно и не бояться трудных дорог и смелых решений. Сейчас у нашей молодежи есть все возможности для развития самореализации и поиска своего пути. Пусть все, что вы запланировали, обязательно будет достигнуто. Пусть все вершины, даже самые, казалось бы, недостижимые, станут реальностью, говорится в поздравлении. Ежегодный выпускной бал на главной площади Карачаевска начали проводить еще в далеком 1982-м. И с тех пор город не меняет свои традиции. Каждый год в торжественной обстановке во взрослую жизнь провожают молодых людей. В этом году 151 выпускник Карачаевского городского округа навсегда попрощался со школой. С торжества репортаж Аллы Динаевой. Красивые, счастливые и уже не школьники, а выпускники. Сегодня со своими родителями и учителями они на главном выпускном Карачаевского городского округа. К этому дню они шли долгих 11 лет. Переживание. Счастье, что наконец-то закончили школу. Настроение отличное. С этими людьми я 11 классов проучился. Они у меня как родные уже. Конечно, я просто. Я до сих пор не понимаю, что происходит. Мне кажется, что все еще будет школа, но она уже закончилась. Не можем поверить в это. Настроение в душе спортивное, как сказать. Хорошее настроение. Кому хотите? Электрик. Я буду дизайнером. Надеюсь, я буду хорошим дизайнером. А я спортсмен. Марат Магомедович, Джульетта Аликовна, мы просим вас меда случайного выбора. Начался выпускной бал с выступлений самых маленьких горожан. Педагогов благодарили в этот день за доброту и терпение, а родителям желали, чтобы исполнились все надежды, связанные с их детьми. А особые теплые слова, конечно, были адресованы молодым людям, стоящим на пороге взрослой жизни. Успех каждого из вас зависит от инициативы, уверенности в своих силах, желания идти вперед. Пусть ваша самостоятельная жизнь будет насыщенной, плодотворной, одухотворенной светлыми чувствами. А ваша энергия и талант послужат на благо родной России. В добрый путь, дорогие! Я хочу пожелать вам легкой дороги в жизни. Желаю, чтобы вы поступили в те вузы, о которых мечтаете, и нам, педагогам, родителям давали больше поводов для радости и гордости за вас. В добрый путь, наши дорогие выпускники! Где бы вы не учились, чтобы помнили наш замечательный город, ваших родных и близких, ваших доставников, всех тех, кто уложил вам долику своего сердца и души. Кроме поздравлений, пожеланий и напутственных слов, в этот день были и награды за достижения в учебе, культуре, спорте. А их у выпускников 12 школ Карачаевского городского округа оказалось немало. Песни дарили артисты, а еще выбрали короля и королеву бала. И какой же праздник без любимых, грациозных национальных танцев и выпускники дружно исполнили обеззеки. Ставить самые грандиозные цели и задачи и смело идти к вершинам. Ведь главное – мечтать и верить, и тогда все обязательно сбудется. Вот и завершается на центральной площади Карачаевска традиционный, красочный, волнующий выпускной. Для молодых людей и девушек это мостик из детской жизни во взрослую. Аладинаев, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевск. В республике на дельтадроме Южный состоялся чемпионат Северо-Кавказского и Южного федеральных округов по сверхлегкой авиации. Участники соревновались в точности полета и приземления, получали драйв, позитив и бесценный опыт. Альбина Куроченова-Кенжева наблюдала за полетами. В нашей республике проходил чемпионат Карачаева-Черкесии по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине парапланы «Полет на точность», а также соревнования, посвященные столетию республики на Кубок народов Северного Кавказа. Участвовало шесть команд, всего 30 спортсменов, и должны они приземлиться в круг диаметром 10 метров. Максимальный результат – за посадку в центр круга диаметром всего 2 сантиметра. Здравствуйте! Я дома! С приехалом! Я приехал! Участники со Ставропольского и Краснодарского краев, Адыгеи и Карачаева-Черкесии с нетерпением ждали открытия соревнований. Несмотря на погодные условия, всем удалось полетать и продемонстрировать свое мастерство и любовь к небу. Хороших результатов, во-вторых, безопасных полетов, чтобы это все закончилось без травм. Ну и, конечно, получить удовольствие, налюбоваться нашей природой Карачаева-Черкесии, ну и знать, что у нас есть такой прекрасный парадром южный, на котором можно замечательно летать. Собираясь на такие мероприятия, чувствуешь себя романтичным студентом, говорят спортсмены. Ведь помимо полетов, по вечерам собираются все у костра, под гитару исполняют любимые песни, готовят ароматные блюда, вспоминают прошедшие чемпионаты и соревнования. Один из таких – Константин Петров, пилот из Пятигорска. После того, как проработал 18 лет инженером-строителем, понял, что душа требует чего-то необыкновенного, и ушел в парапланиризм. Вначале, когда человек хочет учиться, он должен прочувствовать это, полететь в тандеме с пилотом, почувствовать чувство полета, а там понять, его это или не его. Но я взлетел, было страшно вначале, потому что людям свойственно бояться того, чего они не понимают. А потом уже страх проходит обычно в течение двух минут. Что вы чувствуете, когда летите? Кайф, удовольствие, все. Я в небе, это шестой океан, мы в нем плаваем. Организаторы говорят, все участники заслуживают призовых мест, их всех связывает любовь к одному делу. Очередная встреча с друзьями, общение, ну и получение удовольствия от этой вот шикарной обстановки, которая благодаря организаторам сложилась здесь. Ну и полеты, конечно. Это, наверное, неописуемое ощущение, которое получаешь, паря и попадая в цель. Хороших полетов, встречного ветра, чтобы старты равнялись приземлению, ну и, конечно, победы. Чтобы бесстрауменно все обошлось, чтобы, ну, всех были показатели лучшие. И давайте чаще так встречаться. Да, стремиться к этому, чтобы постоянно, хотя бы раз в год здесь встретиться, получить это удовольствие. По итогам соревнований в общекомандном зачете победу одержала Северокавказская государственная академия. На втором месте крылья Южного, город Черкесск. И на почетном третьем авиационно-спортивный центр ЮЦА из Пятигорска. Альбина Курочинова-Кенжи Валибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. И последнее. Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесии предупреждает о возможных перерывах радиотелевизионных каналов, связанных с работами на телебашне в Черкесске в период с 28 по 29 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства. Это все Вести. Прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова